Приветствую вас. Если говорить о сути проблемы, то она кроется в том, что вы свои желания пытаетесь реализовать за счет других людей. То есть, вы хотели, как вы говорите, серьезных отношений с мужчиной, да, наши ориентированных на взаимную любовь, вот вы пишите крепких, стабильных отношений. Всегда хотели, пишите вы. То есть, не просто так, что для вас это цель, для вас это некий такой, ну, может быть, идеал, для вас это, может быть, некий такой ориентир, да, в отношениях. А именно, именно, вы этого хотели. Вопрос в том, для чего? Вы этого хотели, зачем? И продолжаете хотеть. Вы этого хотите, чтобы что? Знаете, а если вы чего-то хотите, ну, вот, изначально, если вы чего-то желаете, изначально, то, к сожалению, к сожалению, происходит такая ситуация, что вы интуитивно и инфинктивно пытаетесь подстроить людей, которые вас окружают. Под, вот это вот, под вот этот самый образ, под свои желания пытаетесь, швы подстроить людей. И в итоге, в итоге, происходит такая ситуация, что вы, как бы, не принимаете то, что люди вам могут дать. Знаете, то есть, а вот что значит несерьезный мужчина, да? Вот, ну, вот, как вы говорите, несерьезный мужчина, это, скорее всего, тот, кто не удовлетворяет вашим требованиям. Но ваши требования, они же идеалистичны, ну, в любом случае, в любом случае, так или иначе, они идеалистичны. И это значит, что реальный человек, по сути, никогда не сможет им соответствовать полностью. И это означает, что у вас изначально завышенные требования. И это означает, что вы ищете подсознательно, ну, некого такого идеального мужчину, который бы удовлетворил ваши желаниям. Но почему он должен удовлетворять ваши желаниям? Зачем ему удовлетворять ваши желаниям? Для чего ему удовлетворять ваши желаниям? Не очень понятно. Понимаете, в чем дело? И мужчина, действительно, может быть несерьезным, да? Это так. Но чтобы, чтобы мужчина стал серьезным, нужно его замотивировать. Нужно, грубо говоря, всего-навсего увидеть в нем потенциал, некий определенный потенциал. И если вы в человеке увидите этот самый потенциал и поможете ему его реализовать, ну, если, конечно, хотите. Если вы не хотите, то вас никто заставлять не будет реализовывать его потенциал. То вот вам будет как раз серьезный мужчина. Как раз серьезный, уважающий себя мужчина. То есть вы его, вы его как бы дорашиваете за себя, вы его как бы стимулируете на то, чтобы он был тем, кто нужен вам. Вот. Если не хочется стимулировать, если не хочется наращивать, если хочется, чтобы человек уже как бы сразу был, ну, готов к отношениям. Ну, вот тут, конечно, и проблема. Потому что, как вы сами видите, не получается. Я думаю, что вы, основная проблема, по которой у вас не получается построить отношения, это излишне завышенные требования. Потому что потребность в крепких, стабильных отношениях, это ваша потребность. Эта потребность именно ваша. Она связана с вашими желаниями. И как бы вы, не имея возможности удовлетворить ее, эту свою потребность. Ну, может быть, потребность в безопасности, может быть, потребность в значимости, потребность в любви. Вот. Вы пытаетесь найти того, кто вам это все даст. Так, как нужно вам. Но люди не могут знать, как нужно вам. Люди не знают, как нужно вам. Люди не и не должны знать, как нужно вам. Знаете, в чем дело? Потому что у каждого свои представления о серьезных отношениях, например. Потому что у каждого разное восприятие серьезности и так далее. И с этим нужно считаться. Опять же, рискну предположить, что вы от мужчин склонны именно чего-то ждать, требовать, хотеть, получать, но не давать. А любовь – это отдача. Если любовь нужна вам, это проблема вас. Любовь, если она здоровая, она отдается, а не берется. Человеку, который любит, важно любить отдавать, а не любить получать. И встречаете вы мужчин, которые не настроены на серьезные отношения именно потому, что вы не даете им шанса себя проявить. Скорее всего. Либо изначально позиционируете себя так, что мужчина сразу понимает. Ага. Я, например, для нее там, ну, только вот такой временный вариант. То есть я не удовлетворяю ее требованиям, у нее требования куда шире, выше и так далее, чем я могу дать. Я не могу дать ей этого. Вот временно, вот какое-то время побуду, знак какое-то время там с ней проведу, а потом, соответственно, уйду. Потому что, ну, мужчина не будет бороться за женщину, если она дает ему понять, что он много ниже ее. Это первое. Значит, то есть понятно, да? Ваша потребность в этих самых отношениях. Для чего она вам? Для чего вы хотите таких отношений? Зачем они вам нужны? Что вы пытаетесь в себе восполнить? Таким образом. Далее. Нас ждет. Смотрите. Круг-круг. Так называемый социальный круг, в котором вы взаимодействуете. Тоже имеет очень, очень большое значение. То есть, вот. Где вы общаетесь с мужчинами? Как вы знакомитесь с ними? По поводу чего вы знакомитесь с ними? Знаете, если вы знакомитесь с мужчинами ради отношений, то есть, вы сразу даете как-то вот понять мужчине такому, что вам интересны именно отношения. То, к сожалению, к сожалению, ну нет ничего удивительного, что вас обталкивают или что у вас не получается. Потому что, во-первых, у мужчин могут быть свои цели, а во-вторых, вполне может быть, что мужчина не хочет, чтобы его, так сказать, окольцовывали. Ну, не интересно ему это. Понимаете? То есть, ему было бы, ему было бы интересно, например, просто с вами, там, какое-то время общаться, повстречаться, там, и так далее, да, узнать вас поближе, например. Вот это да. А так сразу на серьезные отношения, да, ему это может быть неинтересно. Понимаете? Можно назвать такого человека не серьезным? Вряд. Но если вы называете его именно так, то я полагаю, что здесь вы просто-напросто не считаетесь, не считаетесь с ним, ну, с восприятием человека, как бы, вот. И почему не встречаетесь, не считаетесь с ним? Это уже вопрос. И вопрос, на мой взгляд, довольно серьезный. То есть, в отношениях, в отношениях к человекам, если я прав, вы прислушивайтесь только к себе, а не, например, к нему. То есть, ориентированы вы на себя в отношениях, а не на него. А я говорил вам в начале о том, что, как бы, нужно быть ориентированным именно на другого, на партнера своего. Ох ты. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Дальше. Вы пишите. Психологи, тренинги, молитвы, испновидения, астрологи с интернетными наконками ничего не помогают. Ну, потому что вы средства, вы средства используете не для этого. Знаете, любовь взаимная приходит не по целям, не по целям, не по планам и так далее. Понимаете? Любовь взаимная приходит тогда, когда ее не ждешь. Взаимная любовь приходит тогда, когда ее не ожидаешь. Взаимная любовь приходит тогда, когда в ней не нуждаешься. Если же вы в ней нуждаете, значит вам это для чего-то нужно и ее не будет у вас. Понимаете? Любовь – это творчество. Творчество. Ну, это творчество. Творчество. То есть стандартное. А не какой-то процесс. Не какой-то процесс по желанию. Вот я захотел, захотела и любовь у меня пришла. Не бывает так. К сожалению. Либо вы это поймете сейчас, в данный момент, ну вот, например, после моего ответа, либо вы это поймете и измените свое отношение к этому вообще, в принципе, вот, либо нет, и будете также искать волшебный рецепт. И если честно, если честно, я не уверен, что вы его найдете, потому что его нет. Но можно сделать вас более самодостаточным, можно сделать вас более способным, можно сделать вас более открытым для любви, можно подготовить вас к этому. Я не знаю, что делали психологи, не знаю, что делали тренинги, но я этого всего не знаю, честно. Я вижу, ну, как бы, ваш вопрос впервые. Я не знаю, что вы делали, что вы не делали. Вот. Знаете, какая штука? Вот. Не знаю. Но нужно смотреть. Именно смотреть, разбираться, изучать, исследовать, анализировать. Интересно, что вы говорите психология, тренинги и так далее. Не помогает. Но при этом обращаетесь все равно именно к психологам. Если вы обращаетесь для чего? Чтобы мы вам ответили на вопрос, почему вам встречаются мужчины, которые не настроены на серьезные отношения, почему встречают мужчин? А вы на что, ориентированы на себя, на работу над собой, или на внешний мир, на обвинения других, например, в том, что они вам не помогли? И, ведь понимаете как? Человеку нельзя помочь, если он сам не действует от души. Если он не видит истинной проблемы того, что происходит. А истинная проблема, это именно в том, что вы в чем-то нуждаетесь, и это что-то, в чем вы нуждаетесь. Вы пытаетесь реализовать перед других людей. А это деструктивный путь развития по большому счету. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. всем. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.